Всем привет и добро пожаловать уже на 32 выпуск А что если, где мы проводим различные эксперименты, разоблачаем мифы и в целом показываем фишки, которые помогут вам в королевской битве. Все ближе и ближе в наши города приходят зимние деньки, конечно же еще не во все, но хочется надеяться, что в фортнайт зима хотя бы в этом году покроет не только кусты, а обширные территории. Тем самым завезет нам зимнее настроение не только на наши улицы, но и в наши сердца. Насколько я знаю, этого вполне стоит ожидать в этом году, но что еще стоит ожидать, так это ваше безумное количество идей, которые вы оставляете ниже в комментариях. Напомню, что лучшие предложения, эксперименты, идеи мы показываем в следующих выпусках, а самые креативные мы проверяем. Хочу напомнить вам про поддержку авторов. Каждые две недели у вас в магазине сбрасывается тег Вадима-автора, так что если вы хотите нас поддержать, но не успели ранее, вы можете вести его сейчас. Вадим и тег на экране. Меньше, что больше дела. Погнали! Вот и дожили мы до нового скина за седьмую неделю. Этот скин намного отличается от всех предыдущих, хотя бы тем, что это робот. Прибыл он к нам непонятно откуда и спустился на парашюте на фабрику Фаянса. Что будет дальше, никто не знает, и все сейчас могут строить только теории. Сам робот тоже необычен своим строением, и у него, скажем так, талия очень заужена, и вам было интересно ее сравнить с другими персонажами. Нам самим стало интересно на это глянуть, так как визуально она сильно отличается и даже имеет прострелы на первый взгляд. Но лучше что? Правильно, взять и проверить. Я, конечно, уверен на 99,9% что этот скин никак не будет отличаться по составляющей от всех остальных скинов. И оно все верно. Визуально там ничего нету, но если попробовать прострелить в ту часть, где должна быть визуальная составляющая, то дамаг очень хорошо проходит. Но на этом робот нас обрадовал еще одним добавлением в игру. Теперь на ранце игрока отображаются киллы, сделанные вами в игре. А от вас поступило много идей проверить, сколько максимально сможет показать киллов этот аксессуар. Нас это предложение заинтересовало, и мы пошли это проверять. Мы сделали высоте площадку для того, чтобы долго не лететь в воздухе и помирать намного быстрее от ловушек, нежели от оружия. Спустя долгое время мы смогли набить максимальное число киллов, и оно составило ровно 99. Подстать игрокам на карте, не считая вас. Но я очень сомневаюсь, что кому-то это возможно сделать, разве что читеру, но и то бан по железу ему обеспечен. Арбалет. Хотя его в основной королевской игре нету, вы нам предложили проверить, на какую максимальную дистанцию он сможет убить игрока. Мы много уже проводили таких экспериментов, и больше всего мне понравилось именно со снайперской винтовкой. Кто не смотрел, обязательно посмотрите по подсказке сверху. Арбалет нам понравился тем, что он не наносит урон по постройкам, и аналогов у него в игре нету, в отличии от всех остальных оружий. И возможно, у него будет совсем другая максимальная дистанция. Соорудив для него полигон и зарядив арбалет стрелами, мы приступили к тесту. Поначалу мне показалось, что он будет иметь такую же дистанцию, как у снайперской винтовки. И уже предвкушал, как придется с него стрелять на далекие дистанции. Но на дистанции уже в 520 метров стрелы просто-напросто не дамажили игрока на таком расстоянии. Они как бы отображались возле героя, но урона ему никакого не наносили. Возможно, арбалет уберут после того, как закончится ивент зомби, а возможно и нет. Сам по себе арбалет интересен и нуждается в некоторых доработках. Под прошлым роликом от вас пришло много предложений на воздушные шарики. Мы их все с радостью прочитали и некоторые даже отобрали. Многим было интересно узнать, сможет ли прилипал прицепиться к шарам и тем самым их взорвать. Найдя нужные элементы и кинув, прилипал прилетает шары насквозь. Еще была одна хорошая идея, но она уже связана с обычной гранатой. Сможет ли взрывной волной граната взорвать шарики? Подготовив стенд и проведя эксперимент, результатов мы никаких не достигли. И шары взрыв полностью игнорируют, пока оружие остается единственным, что их может сбить. И последний на сегодня эксперимент мы пройдем с шаром и батутом. Многим было интересно, что будет, если на шарах прыгнуть на батут. Ответ очень прост, и особого вы тут ничего не увидите. Персонаж теряет шары и летит так, как обычно. На этом мы, пожалуй, и закончим. Надеемся, вам понравился выпуск, а если нет, то пишите свои идеи и предложения. Мы их прочитаем и обязательно проверим. Не забывайте поддерживать нас пальцами вверх. Как обычно, все полезные ссылки в описании. Ну а с вами был Макс, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!